Друзья, всем привет! У меня две хорошие новости. У меня за окном светит солнце, и это новый выпуск «Осторожно, окрашено!» Меня зовут Вартан. Ну что, Кирюх, ты на связи? Привет! Слушай, я для тебя сегодня подготовил особенно дизайнерские кроссоверы. Готов? Альфа-Ромеус Тельвио? Лови объявление, сам увидишь. О да, это же дизайнерский Nissan X-Trail. Проблемное сочетание бензинового мотора с вариатором точно такое же, как на Nissan, но зато есть откидной борт багажника. Такое дизайнерское решение, чтобы было удобнее грузить ремонтный вариатор. Но, конечно, редкий зверь. На самом деле, эта машина мне почти неизвестна, поэтому буду пользоваться общими приемами. Типа то, что заметит каждый. Только один дефлектор. Причем не для водителя, а для пассажира. Не думаю, что это особенность Калеуса. Смотрим, смотрим. И к передней части вообще у меня вопросов нет. Она выглядит так ровно и так свежо, что я бы даже поехал бы посмотрел эту машину, если бы не задняя часть. Во-первых, заднее крыло матовое, заднее левое крыло. Оно прям вот отличается окрасом и блеском. Причем, вот просто сравниваем его с другой стороной, где красивый ровный глянец, и понимаем, что левое крыло ремонтное. Во-вторых, само крыло по периметру форточки идет как-то кривовато, что ли. То есть вот сравниваем с другой стороны и как бы понимаем, да, что есть вероятность того, что форму этому крылу придавал не пресс на заводе, а шпаклевка и шкурка. Задний бампер. То же самое, жирный блеск. Достаточно сравнить его вот с таким здоровым глянцем переднего бампера. Понимаем, что задний бампер ремонтный. Плюс он, ну, вот он просто отличается по цвету, в конце концов, от крыла. Крышка багажника. То есть раз у нас уже заднее крыло и бампер есть, смотрим. Под вопросом крышка багажника. Проверим классический прокол. Должны ли быть на ней обозначения модели. Просто открываем автору, объявление о продаже других колеусов и смотрим. Да, должны быть обозначения модели на крышке багажника, а на нашей машине их нет. Значит, крышка багажника тоже ремонтная. Переходим в салон. И, слушай, ну вот уплотнители в проеме снимали. Аккуратно поставили назад, но следы того, что его снимали, остались. Такие легкие помятости. И, кажется, на потолке, прям вот над водителем, над головой водителя, залом в обивке. Что-то поломало обивку потолка. И уплотнитель панорамы. Мне кажется, он тоже заправлен волнами. Точнее, он точно заправлен волнами, и я не думаю, что это особенность сборки колеусов. Пум-пум-пум. О, кстати, номерные рамки. Разные номерные рамки. Я уже даже скучал, давно не было этой оплочности, согласись. Согласен. Теперь посмотрим общую информацию, и... Пум-перерыв в учете. Собираем все воедино. Итог. Видимо, машина получила в левый задний бок. Получила сильно, но такой какой-то удар непонятный. Мне кажется, что крышу, наверное, все-таки не срезали вместе со стойками. Новую крышу не приваривали, потому что уж больно хорош правый бок. Слушай, Вартан, давай так. Расскажи, что у тебя по отчету по этой машине, и если вдруг окажется, что это все я напридумывал, а машина идеальная, я еду ее смотреть. А ты хитер, Кирюх. Ну смотри, по отчету ты прав, с этой машиной действительно было кое-что интересное. Этот колеус продавался битым. Если взглянуть на фото, то кажется, что нет половины машины. Но если присмотреться, то удар не такой уж и жуткий. Даже полотно крыши не пострадало, и подушки не сработали. Хотя, судя по расчету ремонта, машине все же досталось не слабо. Тут и ремонт порогов, и ремонт стоек, и замена панели затка, и стапельные работы. Но главное, что удар сзади, то есть самое ценное тут не тронуто. Так что неудивительно, что кто-то взял ее на восстановление и теперь продает. Но самое главное, что честно в объявлении пишет, что машина, были и повреждения, и ремонт, и говорит об окрасах. Вот так. Забыл опять посмотреть описание. Как обычно. Мне больше интересно, скажет ли он мне по телефону об этом всем. Звони. Она на вас, да, на учет стоит? Да. Так, хорошо. А скажите тогда, пожалуйста, вот тут написали, что там что-то у него есть, да? Повреждений был, ремонт бил. Это что было? Там написано в объявлении, крышка багажника, откидная порта, задняя кроваволевая. Это удар такой, да, был сильный? Да. Так, а когда бился он? Ну, чуть больше, год назад. А, ну, чуть-чуть так, расскажите, да, как там, что это, ну, рихтовался или это все там замену, моменту делали? Ну, подробно. Все замена. Заменяли, да, все? Все замена, да. Короче. Получается, этот крыло вырезали, да, там, варили его обратно? Да. Ну, хорошо сделали или так чисто? Делал для себя. Все. Открыли бы на троечку. А сам удар вообще сильный он был там, ну? Ну, я не знаю, как ответить на вопрос. Ну, подушки, мадушки стреляли? Безопасность, нет, нет, но безопасность на месте все. Ага, безопасность все на месте, уже хорошо. А были, может, какие-то фотки делали вы удары? Фотки, да, есть. Если что, можете, да, скинуть, посмотреть просто, что за удар был? Ну, удар был выше бампера, в зону фары, левый и задний. Какой-то был высокий грузовик, это не моя авария, первого владельца. А, это первый владелец, да, разбил? Что-то было, что-то было высокое, потому что бампер там родной. Это он, да, фотки вам скинул? Нет, я ремонтировал машину. А, вы битые взяли, сделали, катались и продаете? Да. Ага. Вот это, двигатель, коробка, по вариатору были эти ремонты у вас? Нет, вариатор, двигатель не трогал, подвеску я, только одну стойку, ну, две стойки передние заменил, стабилизатор, а все остальное там живое, родное, все в порядке. Ага, сейчас, одну секунду, это получается, а, вот тут в отчете есть, да, этот расчет, так, ремонт порогов, стоек, замена панелей, затка, о, стапельные работы, это вот все у него было, что ли? Это вы где такое смотрите? Это я в отчете вот смотрю. В отчете, этого сам в автору? Да. Ну, не знаю, где там эта штука. Как не знаете? Это у меня работы... Вы смотрели этот отчет? Отчет нет, не смотрел. А говорите, не понимаю, где это написано. Ну, вот тут есть. Ну, там где-то написано, у автору отчеты, там, что там, какой список. В расчет, расчет ремонта вот есть, и в расчете написано, что ремонт порогов тоже делали, ремонт стоек делали, замена панели делали, и еще вот стапельные работы, получается, тянули в геометрию. Ну, нет, подождите, я ремонтировал у своего ремонтника, там не могло быть такого отчета. Нет, расчет, вот смотрите, 22 января расчет был, 20-го года. Вы когда ремонтировали? Ну, может быть, страховая там нарисовала, я покупал не в январе, получается, а в ноябре, то есть следующего года, после отчета. А-а-а. Это так долго она стояла, получается? Почему долго? Пару месяцев. Ну, в январе был удар, а вы говорите, вы бить ее взяли, себе сделали? Ну, я взял, получается, весной следующего года, то есть удар был зимой, в январе, а нет, он был в январе, это уже начало года, а я, соответственно, взял весной, в марте где-то. Вот, то есть январь, февраль, март, ну вот пара месяцев. А что-то крышу там резали, что-то делали с ней? Нет, нет. Проемы красились у нее? Дверные, но заднее крыло, оно с проемом идет. Ну да, и все, только он, да? Да. По пробегу что-то мотался или нет? Ну, я взял, было написано 98, но вряд ли мотался. Вряд ли мотался, да, но ведь тоже немного катались, да, там 7 тысяч покатались. Не-не-не, наоборот, я взял 98, сейчас у меня 105, но когда я брал по салону, я думаю, что его скручивали. А, скручивали, да? Да. Ну что, Кирюх, лови машину от другого дизайнера. И, кстати, на миллион подороже. Ага, Infiniti 30D. Вартан, ты решил, что слово D означает дизайн, да? Ну, я думал, да. Нет, D означает, что у этого японца французский дизель. А, кстати, до этого у нас был француз с японским мотором. Ну ладно, сходу решетка не родная и, кажется, ксенон в туманках, но это Infiniti, так что все норм. Сзади не вижу шильдиков FX. И вот как раз обозначение дизельной модификации на крышке багажника, значит, потенциально крышка багажника у нас может быть ремонтная. Салон и как-то тут все очень черно. Кажется, тут должно быть дерево, но его, видимо, оклеили черной пленкой. Но это Infiniti, так что все норм. Вообще-то, ну, в целом зазоры все ровные, уплотнители все ровные и вообще все ровные. Если честно, я ничего криминального на фото не вижу. Ну вот, кроме отсутствующего обозначения модели. Но это могли сделать, исходя просто из личных представлений о прекрасном. Так, а что у нас с учетом? Ага, перерыв в учете. Ну что же, потенциально с этой машиной могло произойти что-то интересненькое. В общем, я тебя понял, ты едешь смотреть ее. Уже одеваюсь и лечу. Добрый путь. ПТС, два поля. Ладно, что будет оригинал ПТС. У меня еще оригинал. Оригинал, остается, да. А я там не помню, там по ГИБДД, по-моему, с марта получается. А что, на учет не стояла? Да. Это она сняла с учета себя и продавала ее. И потом, получается, вот так вот у нее получился разрыв от этого. И я купил ее. А вы ее когда купили, получается? Страховка вот закончилась. Уже, значит, больше года. Где-то год и пару месяцев. Вот она. Так, а вы, соответственно, у кого в Требине брали? Нет, это у девушки. А, просто? Да, просто, да. По вичу даже. В частном порядке. Да, да, да. По объявлению, да, да. Так, сможете рассказать еще раз? Рассказать, значит. По окрасам я даже взял толще, да. Вы сказали, что у нее... Смотрите. Вот, поехали. Вот тут у нее где-то птичье говно. Потом у нее вот здесь вот толщина мера, видите? Где-то у нее вот тут лоркальный окрас. 140. Ну, угол самый, угол. Вот сюда вот угол. 110. Как будто находил просто. Ага. Где-то здесь. А так вы толщиномером проходили с ее? Конечно, конечно. Я искал. Ну, пройдите тогда лучше сами, чтобы... Потому что я был уверен, что я вот здесь красил. Я всем говорю, что я красил. А я не знаю. Но он все равно показывает чуть-чуть в два раза больше, чем на соседней двери. Так, ну, в общем, вот эта дверь и крышка багажника, вы говорили. Крышка багажника не упасит. А, нет, здесь все нормально. А, крышку багажника я не проверил. И крышу на крышу, и все. А, да, на крыше я у меня находил. Ага. Не, я был уверен, что у меня вот там, на задней двери. Что-то с ней было. Я уже хотел торговаться за крышу. Да, нет, это биток, я все понимаю. Слушай, да, она почти поверх у вас стоит. Да, я это тоже понимаю. Ну, вот 180. А, ну вот здесь треск. Вот винистый мой косяк за все время, это я. Помнишь с тобой? Женщины. Женщины, когда разъезжался, да. А это она чем вообще? Да, оставал там, короче, зима. Вот так вот поручил стоял. Здесь на камере ничего не показали, фартроники ничего не показали. И я так мягенько прям тыкнул. Их оттуда в раннику получил. Ну да, она с окрасом. Нерасполированная часть. Ну потолщик. Ну, значит, хороший окрас. Ага. Так, и крыша, да, наверное, как-то же получается. Походу. Потому что я помню, что где-то я что-то тоже... Ну, без срабатывания подушек. Ну, конечно. Со мной тоже товарищ был, он вот эту резинку там снимал, смотрел. Угу. Раз с машиномером. А девушка, это девушка, да, вам сказала, что крошили? Да, да. Ну, это было серьезное ДТП, нет? Да нет, у нее это... Так, я вообще помню, чтобы стеркость было. Угу. ДТП на ней не чувствуется. Ну да, вроде я так посмотрел сегодня. Вот так. Не протекает заглушка? Не на месте? Не, ничего, там можно внутри посмотреть. Сухо там вот тут, просто посмотрите, грязно. Не, она по идее куда-то внутрь, наверное, может затекать. Только... Не знаю, знаю, что у меня еще вот это. Даже я специально тоже не стал снимать. А, пленочки еще даже. Да, да, да. А кум не родной. А кум вижу не родной. И проводка, да, я так понимаю. Что-то доустанавливали, наверное. Почему? А вот что-то каким-то перемотано она. Где? А вот это. Вот здесь вот, получается, гофра идет. Не знаю, может в сервисе что и делали, потому что я им закинула кум, она еле заводилась уже. Да, я... Потому что она стоит опять же. И мне они отдали этот акун просто без денег. Вот это уплотнителем натерлось? Тут у меня один перепутчик, который начал приезжать или снимать. И, давай, от меня, вот что-то из Пашиха резинки у меня. Так вот мне начал выдирать. А, резинки. И чего, там нашлось что-нибудь под резинками? А, вот, наверное, где вы нашли. Вот это место, да, наверное, куда-то. А потому что оно вот глазами видно. Вот куда-то и сюда что-то прилетало. Вот мусор. Вот оно, да. Ага. Так. А под резинками нашли чего в итоге? Ну, как бы мне он ничего не сказал. Можем аккуратно снять. Пожалуйста, посмотрите. А сможете, да, аккуратно. Снимайте аккуратно. Так, давайте с вами вместе. Я так понимаю, там просто нужно посмотреть подушка безопасности. Есть она там или нет? Вот. Ага, так. Заглядывай. Заглядывай. Подушка безопасности тут есть. Ну, тут какая-то странная штуковина. Ржавенькая, ржавенькая, ржавенькая. Ржавенькая. Так. Ну, там только ржавчина. Она сказала, что и сюда что-то прилетало, упало. Она тут и шпакляла, и красила. Но меня не смутило, что там немного было. Ну, да. Не, а здесь, смотрите, здесь простая история. То есть вот эти точки, типа, если их нету, ну, то есть это там, соответственно, место, условно, где крышу обваривали. Ага. Вот. Но здесь у вас все точки идут, и с внутренней стороны, если посмотреть, нету кусков, то здесь только ржавчина идет. Больше нет. Подушка на месте, поэтому я не знаю. У меня до этого Infiniti была, там тоже был ремонт, и там полщиномер выдавал полторы тысячи. И я видел тот весь процесс ремонта, когда там делали. А когда я сюда вот тыкал, вот он тоже 800, вот это 600, было меняет эмиссина. Посмотрите, это было с таким пробегом. И что, ДТП не было, что, она реально, что, ухожена? А, так, стоп. Это аэрбэги, наверное, слушайте, а это замотанные аэрбэги. Пожалуй, что. Ну, ладно. Может, тут снимем, посмотрим, какой он тут. Сейчас, секунду, давайте я... Давайте я это поставлю. Представить на место, а вы вот эту, гляньте. Сейчас. Слушайте, ну, короче, смысл, что крыша, крыша тут непиленная. Я бы это сам точно... Так, я аккуратно тот посмотрю. А перекуп в итоге приезжал, и что сказал? Перекуп искал машину полностью в идеале. Он говорит, что ищу машину полностью в идеале. Так. Хотя я ему вот это вот так все по телефону сказал, и он мне про ту дверь ничего не сказал. Я был уверен, что там тоже что-то есть. Ну, плюс-минус похоже. Здесь вообще установлена подушка, так что, наверное, беру слова назад. Так, да, вот это не крашеная дверь получается. Это чистенькая, глянцевая. Чип сделан. И сажевая, когда удаляют, чип сразу сделается. Ага. И что, он какой-нибудь злой тут нет? Ну, нет, первый, самый лайтовый. Угу. Ну, а, она сейчас без сажа? Да, без. Заведете, посмотрим, дымит, не дымит. Погазуйте. Ну, вроде не очень жестко. Да я говорю, не сильно. Не, нормально, вполне. Окей. Он воняет, но без сажа они все воняют. Бит дизель. Так. Все, в общем, 1,6. Думаем. Вартан, ты на связи? Да-да, Кирюх. Слушай, без преувеличения, сложнейший случай. Толщиномером, глазами, ушами, даже пятой точкой проехались на машине. Идеальный финик. Безупречная машина. Но, если быть вот прям супер-мега-внимательным, или, я даже не знаю, прям супер-мега-параноиком, то часть крыши все-таки ремонтная. Герметик вместе стыка полотна крыши не похож на заводской. Значит, крышу ремонтировали, и самое настораживающее. Ржавчина под уплотнителем вместе сварного шва. Как бы мелочь, но ржавчина, да еще в таком месте, может появиться только по двум причинам. Машина либо тонула, либо горела. Но при этом машина сама вся безупречная, и она прям вот максимально подходит для того, чтобы купить ее не глядя. Но я бы проверил, я бы дополнительно проверил, прежде чем покупать, в идеале загнать в сервис, и хотя бы попросить снять накладки стоек. Ну, или хотя бы посмотреть отчет про авто. Ну, кстати, отчет про авто. Смотри, у машины нет ни ДТП, ни аукциона битых авто. В ноябре 2015 года у машины расчет ремонта на 150 тысяч рублей. Ремонт двух дверей по левой стороне, без стапеля и проемов. И все? Нет, ну, есть еще одно интересное объявление о продаже в сентябре 2018-го. Там машина продается, как сказать тебе, немного сгоревшей. Вот примерно от заднего бампера до центральных стоек. Но, разумеется, разумеется, Кирюха, нашелся добрый человек, который взял эту машину, чтобы восстановить. Ну, не для того, чтобы кататься самому, а на перепродажу. Так что в январе 2019-го машина воскресает. Разумеется, она в отличном состоянии. И в описании ни слова про то, что это Феникс, восставший из пепла. Но нет. В марте 2020-го у машины меняется собственник. Все это время, естественно, дыра в учете. И год спустя он решается продать машину. Так что я звоню ему. И сколько владеете машиной? Больше года. О, больше года. Ну, то есть себе покупали, да? Конечно. Все, супер. А что ты там красился, бился? У нее притирали, значит, заднюю правую дверь, но был ремонт через официальных дилеров. Они заменили полностью дверь. А, новую дверь поставили? Ну, тут просто наставили и все. И в районе крыши у нее там сосулька прилетала. Вот единственная красная машина. И там подкрашивали. Что? Сосулька прилетала? Да, да, да. Ничего себе. Это вы, да, где-то припарковались не так, видимо? Нет, это не у меня. Это у предыдущей хозяйки. Вот и дома, да. А, у предыдущей хозяйки. А, вы смотрели, да, что как было с машиной, когда покупали? Конечно, я толщиномером все ее смотрел. Толщиномером все нормально, ничего где не показывали? Все нормально, вот только одно место, да, а так все, больше ничего нет. Ну, это хорошо, это неплохо. Ну, это хорошо, согласен. Так, а ну подождите, вас как зовут? Юрий. Юрий, а скажи, я вот сейчас открыл отчет автору. Так, она же сгоревшая была. Это не та фотография, это подменный вид был. Я общался с автору, значит, с этим службой поддержки. Они должны это удалить, я сам видел. Это, в смысле, у вас кто-то ВИН-код украл или что? Да, ВИН-код просто так, захерачивал, вот так и такая херня висит теперь. Ну, прям салон, малон, все похоже. Можете посмотреть, что она от вся обратной краски с толщиномером приехать, увидеть сами. А может, вас не могли обмануть вот так пихнуть эту машину? Ну, понимаешь, что я сам ее толщиномером всю просматривал. Ну, здесь же могли покрасить под толщиномер. А как бы они вот так покрасили всю вот эту часть? Так она там уже даже краски не осталась, вышкурили и все. Как завод? Грунт и краска. У нас, знаешь, сколько таких мастеров? А как ты понял, что этот, подменили твой ВИН, украли? Ты говоришь, это 100% украли. Я с служб поддержкой общал. А поддержка что тебе сказал? Что подменил кто-то Ваш ВИН, и мы исправляем, работаем над этим. Просто здесь, видишь, два объявления же ВИН-код не фоткали. Там и решетка радиатора, машина спереди, другая. А этот, кто-то вообще приезжал тебе, машину смотрели вы же? Никто ничего не видел? Вчера, да, смотрел. Никто ничего не видел? Ну, вот с толщиномером приезжал, тоже видел это объявление, я сказал, не хочешь, не бери. Ну, миллион шестьсот, правда, предлагал денег, поэтому я не согласился. Ну, тяжело тебе ее продавать, да? Сколько ты уже месяц продаешь и 150 скинул, да? Да, не, не тяжело. Я постоянно в разъездах, я его только вчера мог показать, и товарищ меня дождался. И, оказывается, у него денег не было, не знаю, что он приезжал. Так, а как бы убедиться, что это не тот сгоревший Феникс? Да, скорее, он его знает, как убедиться. Ждать пока объявление удалят, вот это вот с истории. Ну-ка так. Алло, Кирюх, ты на связи? Я тут. Слушай, ну, после звонка с продавцом у меня остался один вопрос. Ты уверен, что это та самая машина, которая горела? Или все-таки история с ВИН-кодом может быть правдивой? На 99% я уверен, что это та самая машина. Ремонтная крыша, ржавчина в проемах, в местах сварки, там, где она просто не может появиться больше ни по какой причине. И снизу очень много ржавых деталей. Снизу это явно детали, которые стали ржавыми не из-за эксплуатации или не из-за сырого паркинга. Но ремонт сделан потрясающе. Офигеть. Сегодня мы увидели тот случай, когда даже живой осмотр мог бы не помочь без отчета про авто. А представьте, если бы эту машину осматривали вы и был бы какой-нибудь отвлекающий фактор. Ну, например, снег или дождь, да или даже просто темно. И тогда этот финик легко можно было бы принять за идеальный и ни за что в жизни не распознать в нем горелку. Поэтому не забывайте проверка, проверка и перепроверка проверки. А отчеты про авто помогут вам в этом. Подпишись на канал, поставь лайк и колокольчик. Все, до новых встреч.